МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, как это уже стало доброй традицией, ежемесячное интервью главы МРИЭЛ, Леонида Маркелова, Леонид Игоревич. Каждый месяц, получается, встречаемся с нашими телезрителями. И каждый месяц новые темы и новые вопросы. Вы, кстати, сейчас с работы? Да, добрый вечер. Да, конечно, с работы. Даже мне как-то повезло, что я сегодня пораньше с работы ушел, потому что эфир – это не такая напряженная работа, как она обычно продолжается в моем кабинете. Поэтому я очень рад обращаться не только журналистами, но и жителям республики МРИЭЛ. И думаю, что активность будет высокой, и люди зададут вопрос, а что же их волнует сегодня? Кстати, вот первый вопрос не случайен. У нас вопросы, которые поступали к нам ранее по электронной почте, с помощью Твиттера как раз-таки касались того, а как работает Маркелов? Во сколько у него начинается рабочий день? Во сколько заканчивается? Выходные, наверное, все праздники отмечает. А где бы я ни находился, у меня всегда есть телефон, и я по этому телефону безумолко разговариваю с кем-то из чиновников, с руководителями предприятиями, потому что я вообще считаю, что глава, он не должен отдыхать, вот как-то отключился и нет, а что в воскресенье что-то случилось, ты должен, я на работу не выйду или я не буду разговаривать. Где бы я ни находился, я всегда на работе. Поэтому хочу успокоить, что у нас ненормированный рабочий день. Нет такого, что вот 6 часов или 8 часов ненормированный рабочий день. А командировки, когда ты вот, допустим, едешь в ночное время, с какого-то совещания, едешь в машине, что отдых? Или ночью возвращаешься, тоже не отдых. Или ночью вылетаешь куда-то, тоже не отдых. Поэтому у глав субъекта Федерации, как правило, нет такого понятия, отдыхаем. А вот 3 дня праздников только что было, в том числе День Республики, впереди 10 дней новогодних праздников. Уже не раз экономисты говорили о том, что для страны это вообще большая такая экономическая проблема, потому что все стоит. Получается, что в новогодние праздники полмесяца, а то и месяц не работают. Для меня это тоже тяжело, потому что на самом деле я все равно на праздники выхожу на работу. Невозможно не выходить. И тем более январь, можно, допустим, себе позволить несколько дней отпуска с детьми куда-то поехать, но остальное время необходимо быть на работе. И вообще, даже если в отпуске, ты постоянно в курсе проблем, которые возникают. И это пускай я часто прерываю. Находясь в отпуске, что-то чрезвычайная ситуация, ну, допустим, засуха или пожары. Как можно находиться в отпуске? Душа же горит, ты не можешь отдыхать. У тебя здесь какие-то неприятности, необходимы твое вмешательство, необходимо на месте рабочем находиться, на бывом посту. Поэтому в данном случае, что касается действительно такого количества дней, ну, во-первых, три дня достаточно, я думаю, вполне. А что делать остальное время? Не все же выезжают на лыжах, крышевель кататься. Поэтому я думаю, что три-четыре дня вполне достаточно. И с детьми пообщаться, и какие-то домашние заготовки. Вот остальное время маешься, ждешь, когда выйдешь на работу. Давайте к рабочим вопросам. В День Республики уже стала традицией дарить Ешкароле социальные или арт-объекты. Республике дарить. Ешкароле. В День Республики дарить Ешкароле, да. Нынче же не только были открыты памятники Крупникову и Гоголю, но и стало известно о том, что в Ешкароле появится новая площадь, Гоголевская. И станет она продолжением не только одноименного бульвара, но и таким литературным уголком, наверное, столицы республики. Те, кто обсуждают это событие, задают обычно три вопроса. Почему тот или иной герой запечатлен? Почему именно в этой части? Ну и что будет следующим объектом? Логично. Руководители республик до меня, руководители города приняли решение о том, чтобы выковечить имя великого классика, российского, советского, вот тот период советского, Николая Васильевича Гоголя, и назвали улицевым именем. Это все правильно. Это традиция во всех странах, даже как и за рубежом. Мы видим улицы великих композиторов, великих писателей. Ну, просто улица Гоголя выглядела в том месте, где сегодня планируется сделать бульвар. Ну, жалким подобием улице. Там даже было страшно находиться. Это же просто были заросли какие-то, и пройтись там было невозможно. И улиц таковой не было, просто жуткий закоулок. Ну, что ж так оставлять, назвать, назвали. Ну, давайте продолжим, мы будем устраивать наш край, нашу область, наш город, нашу столицу. Поэтому было принято решение сделать хороший освещенный бульвар, которым не страшно гулять, и даже не стыдно с гостями прийти, и с детьми, и с внуками, и с дедушкам, и бабушкам погулять. И выковечим память Гоголя, поставим памятником, пусть будет, видишь, королевы дающейся культурной композиции. И туристы будут приезжать смотреть, и нам приятно будет. И лишний раз, я, например, был на открытии с сыном, у меня сын спрашивает, а кто такой Гоголь? Ну, ты в школе учил? Ну, я учил, но я, вот я ему рассказал, кто-то, что такое мертвые души, Дубровский там, и так далее, да-да-да-да-да-да-да-да. И человек развивается, и это очень хорошо. Вот, что касается бульвара, ну, представьте себе, что рано или поздно, возникает вопрос в ремонте моста через Ленинский проспект. Через, как шагово, на Ленинский проспект. Мост построен очень давно, в состоянии таком, который нуждается в ремонте, необходимо движение перекрывать, для того, чтобы ремонт производить, или же расширять его. Что это для города, это катастрофа. Это просто катастрофа. Это пробки будут часовые, многочасовые, это невозможно. Поэтому задача. Как решить транспортную проблему? Ну, прежде всего, нужно куда-то пешеходов направить, потому что, если мы перекроем мост, и начнем расширять его в правую, в левую сторону, только так можно расширить Ленинский проспект, то фактически им придется обходить или через Воскресенский мост, или через Вантовый мост, который точно не выдержит, там, полкилометра обходить. Конечно, нужно сделать пешеходный поток. И потом небезопасно на автомобильном мосту делать пешеходный переход. Он опасный просто сам по себе. Было принято решение сделать пешеходную улицу. Мы ее сделали, сделали мост, который сейчас благополучно перекрыт, и вот к 4 декабря мы планируем его сдать. 4 декабря, да? Да, 4 декабря. И у нас получается все очень логично. Мы строим поликлинику, где будет и детская поликлиника, и взрослая. И она будет работать на всех горожан. Как горожане должны в нее попасть? Как раз по мосту и попадут. В Сан-Батхею, понятно, можно пройти, а вот из центра как пойти? Через Ленинский проспект, опять километровый обход. А так по этому мосту, они как раз по освещенному бульвару, где будут хорошие фонарики, скамеечки, лавочки, полисадники. Они спокойно дойдут с хорошим настроением в поликлинику. Что касается Ленинского проспекта, вот вы спросили, что же будет дальше. Вот пешеходный мост, мы пешеходный поток пропустили через Гоголевский мост. Ведь все же идут в Сан-Батхею или в Дубке, правильно? И они идут через мост, и потом переходят улицу. Ну, вся заречная часть. Да, они, собственно говоря, все идут, только дальше двигаются в Сан-Батхею. Они сразу впадают в Сан-Батхею, через Гоголевский бульвар, через Гоголевский мост, и там будет проход соответствующий к Старому ЗАГСу или, так сказать, по набережной, к Театральному мосту и вот туда по бульвару. Пожалуйста. Но встает вопрос, что делать с мостом Ленинского проспекта? Принято решение, и в ближайшее время будут объявлены конкурсы на проведение проектных работ. Безусловно, нам придется строить эстакаду, в которой будет одна полоса движения, трехполосное движение мы хотим построить. Мы хотим построить с периферии в центр. То есть будет построен мост параллельно Ленинскому проспекту, потому что трогать мост Ленинского проспекта может быть единственное, что только просто убрать пешеходные дорожки, отремонтировать, отреставлировать его, усилить его, потому что он требует, и запустить. Движение из центра будет идти по Ленинскому проспекту, а движение из центра будет по новой эстакаде. А где развязка эта планируется? А развязка очень простая. Те, кто едут по Ленинскому проспекту, поворачиваются на Ишкинина, поворачивают на право, потом объезжают вот эту вот развязочку и выезжают на эстакад, который идет параллельно Ленинскому проспекту, мосту, и попадают в центр. Мы чуть расширим улицу Ленинский проспект, вправо-лево расширим, и за счет площади Ленина расширим. И у нас они попадают в город без встречных машин. У них будет трехполосное движение в центре города. А те, кто едут из центра города, те, кто едут, допустим, в Карла Маркса, они спокойно едут без встречных машин, и поток соединяется на уровне так называемого здания, где был бывший ЗАГС. Все очень хорошо и логично. Сколько времени потребуют эти изменения? Я думаю, полтора года. Полтора года, сейчас будет проект, мы постараемся в год управиться, потому что по нашим расчетам через два года будет серьезная очень проблема с Ленинским проспектом, потому что там уже пробки сегодня. Вот, пожалуйста, это все работа правительства, просто она продуманная работа. Мы не делаем что-то наобум. Вот мы построили пешеходный мост и забыли. А для чего? Для кого? Все очень логично. Если уж потратим деньги на логоплательщика, мы должны знать, а какой эффект это даст? Экономический эффект, пожалуйста. Вот вам отсутствие пробок, быстрые сообщения и удобные. И эффект налицо. Поэтому мы не можем себе позволить брать деньги и закопать просто так. Все нужно рассчитать и продумать. Это вопрос, кстати, в продолжение дорожной темы. Поступил из Оршанки по электронной почте. Леонид Игоревич, дороги в районах республики намного качественнее делают, чем в Ешкар-Але. Может, в мэрии есть смысл подрядчиков сменить? А видите, в чем дело? У нас по закону Российской Федерации, который депутаты приняли, любой может участвовать на конкурсе на любом государственном объекте. Вот строится дорога, строится дом за счет государственных денег, объявляется тендер. Любой человек. У нас бывают конкурсы, когда приезжают из Владикавказа, Владивостока, и они могут выиграть этот конкурс. Поэтому никто, пожалуйста, пусть сельские дорожники участвуют в городских тендерах, выигрывают. И, пожалуйста, но ведь технику нужно будет в город потом перетаскивать откуда-то. Это же тоже. И нужно понимать, что и фреза должна быть у этого предприятия, и свой асвальтовый завод для того, чтобы в цену попасть. Потому что у нас же есть такие чудаки. Вот дорога стоит по смете 30 миллионов, а он говорит, а я за 10 построю. Естественно, что он не построит даже и за 20, потому что есть стоимость стройматериалов, которые просто не обойти, ему никто дешевле не отпустит. Поэтому, если это серьезный разговор, то, пожалуйста, участвуйте в тендерах. Состояние дорог – это важный фактор безопасности. По данным ГИБДД России, за последние несколько лет впервые, нынче в МРИЭЛ, зарегистрирован рост трех основных показателей аварийности. В среднем на 20% выросло число ДТП, количество пострадавших и получивших ранения. Это очень высокий показатель. И основной причиной аварийности остается личная недисциплинированность водителей. Я только хотел сказать, что причина-то в том, кто за рулем. Во-первых, в нетрезвом состоянии водители. Во-вторых, ребята приезжают, значит, плохо знают город. И в основном приезжают работать водителем, допустим, из сельских районов. И они гоняют, как угорелые. Причем знаки припинания, как сейчас принято говорить, то есть я имею в виду дорожные знаки, для них не указка. И рвут со светофора или пытаются, так сказать, проскочить на светофор отсюда. Посмотрите, где авария. Вот светофор. Загорается зеленый свет. Ну, притормози. Ну, посмотри, что сзади, конечно, делается. Желтый свет. Зачем ты на желтый свет продолжаешь движение? Или наоборот, начинаешь движение на желтый свет? И, конечно же, все эти перекрестки, как правило, являются местом ДТП. Нужно быть внимательным, не надо никуда торопиться. Главное, чтобы доехать, а не чтобы, так сказать, попасть в аварию. И это личная дисциплина водителя. Это его личное отношение к своей жизни и к жизни пассажира. Это нужна внутренняя культура, наверное, так что ли, наверное, скажем. Эту тему обсуждали на встрече с сотрудниками МВД? Сегодня праздник. Я поздравлял сотрудников МВД. И в праздник такие глобальные вопросы не обсуждают. У нас есть комиссия правительственная, на которой мы регулярно, раз в квартал обсуждаем проблемы и дорожного движения, и правонарушения на дорогах. Конечно, этому вопросам уделять внимание. Леонид Георгиевич, программа «Безопасный город». Она уже несколько лет реализуется в столице республики. Очень эффективная программа. Она в профилактических целях эффективна, потому что, ну, скажем так, если преступники совершают преступление, надо дать им должное, у них тоже голова работает. Они же ведь приискивают средства для совершения преступления, подготавливаются, ходы, подходы к месту совершения преступления, уходы. И когда они видят, что камеры наблюдения их зафиксируют, они говорят, нет, мы в другой город лучше уедем, там, где нет этого. Поэтому в данном случае я считаю, что это очень эффективная программа. Мы ее, по моей инициативе, начали реализовывать в Яшкар-Але, и мы ее продолжим. И задача за несколько лет создать такие средства оперативного контроля на улицах не только Яшкар-Алы, но и наших поселков, и районных центров, и городов, и на дорогах, чтобы мы могли бороться с преступностью очень серьезно. Самое главное, это будет являться и профилактикой. Человек подумает, может быть, лучше на работу устроиться, чем под камерой наблюдения совершать преступления. То есть поддержка ее на будущий год планируется? Безусловно, да. Сколько же мы заговорили о программах, культурных программах, программе «Безопасный город», насколько экономика республики в ее нынешнем состоянии позволяет эти заметные и важные для людей задачи реализовывать? Как это отражается на бюджете МРИЭЛ? Как известно, до 20 ноября депутаты госсобрания должны внести свои поправки в бюджет республики 2013 года. И чем он будет принципиально отличаться от бюджета 2012? Принципиально он не будет отличаться ничем, он будет социально ориентирован, но он будет больше по размеру. И все конкретные цифры, контрольные, вы узнаете. Я считаю, что не надо нам хлеб отбирать от нашего будущего интервью, потому что после принятия бюджета я намерен прийти в вашу студию и рассказать подробно об этом документе. Это основной закон финансовый на очередной год. Конечно же, размер бюджета будет в 2013 году больше, чем в 2012 году. Это будет социально ориентированный бюджет, в нем, безусловно, будут предусмотрены средства в полном объеме и на заработную плату бюджетникам, и на социально важные расходы. И, исходя из остаточных позиций, после того, как мы распланируем заработную плату, тепло, светло, горячая вода, медикаменты, школы, все объекты жизнеобеспечения, мы посмотрим, сколько у нас останется денег на инвестиционную программу. Исходя из этого, будем делить инвестиционную программу. Мы должны сегодня понимать, что очень много людей, которые нам могут подсказать, как потратить деньги. Вот, допустим, зачем вы ставите памятник? Дайте нам. Ну, я не могу раздать бюджетные средства кому-то, да. А вот, когда говоришь с руководителем предприятия, вчера у меня был долгий разговор с одним из руководителей, и я спрашиваю, вот у вас есть критическое, например, зал Марийская был, Пушкарев очень талантливый, молодой, и перспективный руководитель, и предприятие хорошее, и перспективы хорошего развития. Я говорю, вот, может быть, какие-то пожелания есть вот в работе правительства? Они говорят, так мы рады, что правительство работает и развивает, обустраивает нашу республику, потому что есть желание идти на работу, потому что видишь, что деньги, которые мы платим в налоги, они идут на правильные дела. Строятся объекты, строятся школы, строятся детские сады, строятся больницы, строятся дороги, мосты, объекты культуры, спорта. Все это очень важно. И разговор вот такой происходит. Я говорю, может, подсказать хотите? Нет, подсказать ничего не хотим, вы делаете правильно. А вот люди, которые, как правило, нигде не работают или не работали, и никогда налоги не платили, и у них что-то не срослось, или в семье, или, так сказать, там, я не знаю, там, на работе. Вот они любят говорить, куда нужно потратить деньги и как, они знают. Вот поэтому в данном случае я что могу сказать, что правительство – это единственный орган, который вправе решать, куда направить деньги и в каком объеме. И, исходя из пожеланий наших избирателей и жителей республики, и исходя из необходимости конкретно возникающей, мы планируем наши инвестиционные программы, наш бюджет планируем. Если у нас предусмотрено увеличение заработной платы учителя, мы подняли в этом году, значит, на следующий год мы должны эти деньги заложить в полном объеме, и врачам, в том числе, и, так сказать, на медикаменты предусмотреть, там, на льготные, и на проезд мы должны предусмотреть суммы компенсации, допустим, там, и на льготы какие-то, и на ремонт, все, все это предусматривается в бюджете. Это основной документ, по которому мы планируем год жить. Но, вот что я хочу сказать, что за счет чего мы строим, за счет чего мы созидаем, за счет переуполнения плана очередного года. Ну, к примеру, в этом году порядка 40 процентов, 40 проектов новых должны инвестиционных вступить, как говорят, в силу, да, в промышленности быстро не бывает, но, естественно, эффект какой-то от того, что приобретены станки и оборудование, к ним встали рабочие, началась выпускать новая продукция, естественно, что в 2013 году будет какой-то прирост. А о чем мы можем планировать этот прирост? Ну, допустим, рост объемов пускаем продукции в промышленности будет 10 процентов, значит, прирост будет, как минимум, ну, процентов 15 налоговых отчислений, да? Значит, куда эти деньги пойдут? А эти деньги пойдут как раз на наши пожелания, как говорят, на мост, на детский сад, на больницу, на спортсооружение и так далее. Чем больше вот этих инвестиционных проектов, чем эффективнее наши руководители работают, чем больше они вкладывают инвестиции, приобретают оборудование, технологии, больше выпускают продукции, больше ее реализуют и больше платят налогов, тем мы лучше будем жить. Почему мы говорим? Вот есть регион дотационный, а есть регион там самодостаточный. Все упирается в то, сколько предприятий, сколько рабочих рук, сколько технологий и какие полезные ископаемые. Ну, республика не богата полезными ископаемыми, поэтому мы не можем там, значит, от цены на нефть там планировать свой бюджет. По той причине, что у нас ее просто нет. Значит, мы должны разрывать другие отрасли экономики. Поэтому сейчас, например, стратегически мы говорим сейчас, да, только что я вышел из кабинета, получил хорошее известие о том, что Россельхозбанк России принял решение о кредитовании предприятия Акашевская на очень значительную сумму, иначе говоря, проект будет увеличен на 60 тысяч тонн куриного мяса. Что это такое? Это как минимум 6 предприятий или там 3 предприятия по 20 тысяч тонн куриного мяса, сколько это комплекс какой, да? Это как минимум новый мясокомбинат и новые линии забоев, это как минимум новый инкубатор. То есть это, ну, скажем так, тысячи-полторы рабочих мест. Но самый главный приток, мы хотим этот проект от полугода до года запустить, это приток будет, ну, как минимум 300 миллионов в бюджет всех уровней. Налоговых очистений. Это бюджет района. Понимаете, да? Вот чем больше будет таких проектов, чем больше будет таких собственников, тем лучше будет регион жить. Потому что мы же возьмем Европу, ну, нефти ведь нет, и газа нет. Ну, почему же они так хорошо живут? За счет креатива, за счет идей, за счет, скажем так, таланта своего, за счет того, что они хотят выживать. Можно, конечно, сказать, что империя римская существовала там несколько тысяч лет назад. Да, и накопила опыт богатый. И дороги уже построены римлянами в Европе, и там, так сказать, и здания, и не нужно строить театр, который построили еще государь императора, а у нас не построили. Но, тем не менее, выживать нужно нам. Нам нужно гордиться своей землей, любить свою страну, и делать все, чтобы она была лучше, чем Европа, и лучше, чем Азия, чем Африка, и поэтому надо работать. В связи с этим, только одно можно пожелание, чем больше эффективных людей будут реализовывать свои таланты в Республике Морел, создавая новое производство, проявляя инициативу. Тем больше мы налогов получим, тем больше мы, естественно, потратим денег на что? Опять же, на Республику. С вашего позволения, замечания по поводу дорог, строительства развязок. На некоторых участках и светофоры не помогут. Ишкрале действительно нужны надземные переходы, потому что много аварий, и вот такое разграничение транспортных потоков актуально не только на Ленинском проспекте. Но и во многих других местах. Все зависит, опять же. Вот понимаете, мы рассуждаем так, надо, надо, надо. Я ведь тоже понимаю, что надо. Но мне нужно сегодня отопительный сумм провести. Ведь мы должны понимать, что у нас очень много социально незащищенных людей, которые получают пенсию, допустим, или ждевенцев, детей в школе. И что, допустим, 30 тысяч, может быть, и глава семьи получает, хорошая зарплата, но у него жена не работает, домохозяйка, да, и матери с отцом надо помочь, и еще детей в школу. И поэтому, поделив бюджет на семью, мы понимаем, что это небольшие деньги. Поэтому мы должны понимать, что у нас не избыточное количество средств. Если у нас было избыточное количество средств, мы, конечно, бы делали развязки, пешеходные переходы. Тот задает вопрос, он абсолютно прав, и я подпишусь под его словами. Но надо сначала деньги для этого заработать. Надо десятки проектов инвестиционных или сотни реализовать, те, которые позволят республике тратить деньги по усмотрению, так сказать, и по необходимости. Безусловно, это нужно. Но мы не Москва, не Московская область, не Санкт-Петербург, не Ханты-Манси. Мы Ешкар-Ала, там, Звенигово, Волшка. Мы должны понимать, что вот у нас есть средства, мы должны жить по средствам. И главная задача, которая сегодня есть у меня, это увеличить налогооблагаемую базу, увеличить количество налогов поступаемых. Отсюда порешать все эти вопросы. И переходы, и светофоры, и освещение. А есть вообще деревни, которые не освещены, никогда не были. И программа освещения из сельских сел. Люди впервые появили, получили стол по освещению и могли по улице ходить и видеть вообще, что за дома-то рядом. Что теперь сделаешь? Вот, несмотря на то, что советская власть была, там, как мы говорим, социально ориентирована вроде как, а дорог не построили, а светофоров не поставили, а столбов освещения тоже не сделали. Поэтому нам сейчас нужно все это решать. Вопрос, который поступил по электронной почте, вот в продолжение социальной тематики от жителей Кузнецова, деревни Медведевский район. Как правительство помогает делать более доступными медицинские услуги, особенно для тех, кто живет в деревнях и селах? Ну, во-первых, комплекс мероприятий, и Медведевский район, он как раз является передовым. Посмотрите, мы все ФАПы ремонтируем, и ни один не закрыли. Мы строим амбулатории, мы строим районные больницы, мы приобретаем скорую помощь. Но мы должны понимать, что, допустим, операции, которые проводит нейрохирург, они проводятся в областных центрах на таком оборудовании, которое в деревне просто не разместишь, и этот хирург туда работать не поедет. Поэтому для нужного, рейнер-мобиль, который мгновенно перевозит, ну, скажем там, в ускоренном темпе перевозит больного, которому необходима операция. Но на месте должна быть экстренная помощь такая, чтобы была на базе, допустим, фельдшерского, кушерского пункта. Мы должны это понимать, поэтому мы ФАПы не только не сократили, но и мы их ремонтируем, мы их укомплектовываем врачами и фельдшерами. И даже при сокращении каких-то затрат, я просто по распоряжению моим, мы ни в коем случае не увольняем и медсестер, и фельдшеров, потому что считаем, что на месте они как врачи действуют. Поэтому правительство большую работу проводит. Но вот понимаете, в чем смысл? Все равно мы должны говорить о том, что здравоохранение дорогое такое и серьезное, оно, конечно, в городах. Но мы ни разу не встречали, что у нас, допустим, какая-то больница находится в деревне, и со всего города, и со всех районов республики в какой-то населенный пункт едут, и там операции делают. Это наоборот. Мы должны понимать, что все сосредоточено будет в республике. Например, создали сосудистое отделение. Где оно создано? На базе городской больницы. Мы же не можем вывезти где-то в Медведевский район, или на базе какого-то ФАПа это сделать. Поэтому делаем эти услуги, и здравоохранение республики не хуже, чем в других регионах, и мы получаем за это и не самые плохие оценки. Да, проблемы есть. Их надо решать, эти проблемы, и ничего не сделаешь. Вот сейчас строим, например, онкологический радиологический корпус. Построили диспансер, все хорошо. Хорошие палаты, хороший, так сказать, персонал, хорошие условия для больных. Но надо лечить это заболевание. Где делать это комплекс? Как строить комплекс? Это же огромные деньги нужны. Вот мы договорились, мы за свои деньги, за республиканские деньги строим радиологический корпус, а федерация нам помогает приобрести оборудование. И строительство это заканчивается в этом году, и на следующий год мы его в этот комплекс запустим. Поэтому огромные средства. Городская поликлиника нуждается в новом здании. Я боюсь ошибиться, но скажу, 9 или 15 зданий непригодны для того, чтобы там вообще врачи находились и больные. Но это же с 50-х годов. Это не наша вина, это наша беда, что это досталось. Поэтому вот мы собираемся строить новую поликлинику со всеми нормами, которые позволяют это делать на берегу как шаги, то, что мы говорим о бывшем недострой, мы ее разместим. Работы очень много. К сожалению, когда строилось там 70 лет назад или 50 лет назад, люди не думали о том, какие нормы будут. И располагали медицинские учреждения в тех поликлиниках, в тех местах, в которых вообще нельзя, собственно говоря, эти поликлиники и ФАПы даже располагать. Поэтому при любом строительстве, которое ведется в районном центре, вот мы строим школу, мы обязательно ФАП пытаемся там разместить и делаем это, чтобы это было на базе, чтобы все в одном месте подогрошу создать. И понимаем, что на селе люди должны получать такую же качественную помощь, как и в городе. Но еще раз подчеркиваю, если какая-то серьезная операция, вот ренемобиль, который доставляет, операция делается в городе, лечим в республиканской больнице и возвращаем человека в строй. Кроме строительства радиологии, есть еще какие-то новости по строительству медицинских объектов, объектов медицинского назначения? Это адресная инвестиционная программа. Что-то уже точно можно сказать? Мы верстаем сейчас адресную инвестиционную программу, и что войдет в эту адресную инвестиционную программу, мы видим после ноября 2012 года. Я сейчас назвал объекты эти. Но вот основной объект, который будет медицинский, это детская больница, городская, которая будет на берегу как шаги. Этот объект однозначно войдет в 2012 году в программу, и мы будем его строить. И следом городская поликлиника, которая рядом стоит, здание недостроенное, в 2013-2014 год. Потому что это огромные инвестиции, и построить все это невозможно. По числу вводимых объектов жилья, в Мариэл, в числе лидеров в Приволжском федеральном округе? 0,4 метра квадратных, я так цифру могу, 0,4 метра квадратных на одного жителя приходится. Это хорошая норма. В России мы считаем где-то выше среднего. Вместе с тем наши зрители обращаются с вопросами, почему жилье строится больше, а квартиры дешевле не становятся. Почему так происходит? Зарплату нужно платить. Камечник не хочет получать зарплату, которую получал 5 лет назад, 10 тысяч. И он говорит, я стою на морозе, ветер, тяжело, спину продувает. Я хочу получать, допустим, 30 тысяч рублей, меньше я не пойду. Значит, уже затраты растут. Значит, следующий вопрос. У нас нет своего сырья для производства цемента. Мы его доставляем, допустим, из Мордовии и из Ульяновска. Транспортные перевозки подорожали. И стоимость ГСМ подорожала, если это автомобиль доставляет. И железная дорога, перевозки подорожали. Отсюда дороже сырье, цемент, основное сырье. Значит, перевожали, продолжали, поднялись цены на ГСМ, значит, глину до завода доставляем, из которого делаем керамический кирепич или песок там силикатный, тоже подорожали. Стоимость энергоносителей, газ подорожал, значит, отсюда больше на печи нагрузка идет. Значит, цена растет на стройматериалы. И это во всем мире такое происходит. Поэтому ничего не дешевеет. Если мы говорили о том, что квадратный метр, вот сегодня у меня был строитель, руководитель континента, например, он говорит мне, что я стараюсь дешевле продавать, но у меня меньше 35 тысяч не получается без стоимости. Я его понимаю. Теперь мы говорим, вот земля в Бишкарале выставляется на аукцион при строительстве дома, например. Давайте про Бишкаралу возьмем. Естественно, что мэрия города хочет получить деньги для того, чтобы вовремя заплатить заработную плату, отремонтировать улицу какую-то, так сказать. Значит, нужно увеличить аренду за этот участок. Значит, аренда растет, отсюда и себестоимость этого дома растет. Никуда от этого не денешься. Основные механизмы, которые сегодня используются в строительстве, они тоже, стоимость их растет. Если раньше ручной труд применялся, сегодня у нас автокран, никто не понесет на второй, третий этаж кирпич на носилках. Когда-то, когда было огромное количество людей были в селах, и они не знали, где найти там себе применение, шли в город, и за копейки работали на стройке. Сегодня уже найти строителя за дешево не получается. Нужно платить достойную заработную плату. И я считаю, что хорошо, когда рабочий получает заработанную. Отсюда, я привел несколько позиций, почему все дорожает. Столярка дорожает. А почему она должна дешеветь? У нас прирост древесины не наблюдается в России. Наоборот, ее меньше и меньше. Поэтому столярка дорожает. Стеклопакеты. У нас есть программа по... Никто не хочет приезжать в дома, где стоят деревянные окна, как в Советском Союзе строились. Так что стекла выпадают. Все хотят стеклопакета. Тоже стоимость другая совершенно. Стеклопакета. Поэтому стоимость растет. И я понимаю, что есть социальное жилье. Мы строим социальное жилье. Стараемся, чтобы не увеличивать его стоимость. Стараемся, так сказать, аренду меньше брать. Допустим, при строительстве социальных домов. И много разных способов. Но все равно меньше 30 тысяч квадратных метров не получается. А это серьезные деньги. Потому что людям надо платить зарплату. Копич надо оплачивать. Цемент надо оплачивать. Столярные изделия надо оплачивать. Стеклопакеты оплачивать. Кровь надо оплачивать. Это все очень недешево. Может быть, именно поэтому более 60% новостроек в республике это частные дома и жилье, которое возводится в частности своими силами и на селе. Это данные статистики. С этим я тоже готов согласиться. И я больше того скажу, что весь мир на этом стоит. Что люди строят себе дома сами. Или берут в ипотеку. Здесь средства в ипотеке. И покупают квартиры и дома строят их. Или же строят их сами. Это нормальная практика. Вот в продолжение, кстати, темы жизни на селе. Будет ли восстановлено в прежнем объеме движение пригородных поездов? И республика может ли как-то договориться с нашим федеральным монополистом РЖД? Потому что мы уже не раз в эфире говорили об этом. Я не хотел бы поднимать вопрос этот. Но вот я вам просто скажу цифру. Подприятие Содружества, куда передали эту электричку. Перевозчик. Перевозчик, да. Начал торги по компенсации убытков с цифр 176 миллионов рублей. А закончил переговоры, последнее письмо в 30 миллионов рублей. Но я так и не понимаю, на что идут эти деньги. Я не могу своим рочерком пера отдать бюджет района на компенсацию электрички. Я не знаю, сколько человек ездит на этой электричке. Теперь следующий вопрос. У нас совершенно спокойно наш общественный транспорт, в том числе и частный, могут перевезти куда угодно, в любую точку. От того, что ходит электричка, ну или доказания. Человек едет в Казань. Какой, где логика, я должен компенсировать перевозку людей, которые едут в Казань. А почему не компенсировать таким же успехом перевозку в Москву или в Нижний Новгород? Нет логики никакой. Вот что касается территории Республики Морел. Мы готовы. Ну, какое количество людей ездит по железнодорожным транспортам? Насколько я понимаю, у нас уже газели, небольшие автобусы, так называемые. Частные перевозчики. Частные перевозчики, они практически захватили весь этот рынок. Человек не успел на электричку, садится. А поезд пусть так идет. В Советском Союзе все было задаром, никто ничего не платил, и можно было, так сказать, не поехал на автобус, поехал на электричку. Сейчас за все приходится нам платить. Это в данном случае. Я не хотел бы этот вопрос поднимать, потому что я не представляю. Вот электричка, расписание монополиста. В 4 часа 30 минут электричка отходит в Казани с вокзала. Сколько человек и каким транспортом может добраться на эту электричку? У нас общественный транспорт не работает. Человек должен пешком идти или ночевать на вокзале. Что это такое? И за что платить? Сделайте нормальное расписание, идите навстречу правительству, покажите убытки. Где убытки? Допустим, 4 вагона везет этот мотовоз. Ну хорошо, вагоны не наполняются. Ну хорошо, пусть будет 2 вагона, если они не наполняются. Почему я должен огромную сумму в размер бюджета районного центра платить частной компании, перевозчику, за то, чтобы перевезти 5-6 человек? Поэтому мы не согласны с требованиями, которые они выставляют. Я думаю, что ни один здравомысливый человек на такие условия не пойдет. И если есть необходимость, она возникает необходимость перевозки, допустим, до станции, по которым идут вполне, бизнес реагирует. И мы среагируем, и сделаем маршруты, которые, так сказать, выставим дополнительные маршруты, или частники это будут, или государство будет доставлять до этих населенных пунктов. Необходимо в сурок дополнительно такой транспорт. Делаем новое расписание и добавим рейсов. Какая проблема? Почти год прошел с момента выборов в Госдуму России. Год Владимир Леонидович Шемякин представляет республику МРИЛ в Госдуме страны качества и эффект его работы, как вы оцениваете? Жители республики еще отдали свои голоса представителям фракции ЛДПР и представителям еще фракции, я даже не знаю, как. Справедливая Россия. Поскольку вот этот человек у меня даже не бывает, я даже не знаю, как его зовут, вот, и Справедливая Россия. Но мы тоже его избрали. А что касается «Единой России», то с самого начала мы говорили, что это будет единственная фракция, которая помогала, помогает и будет помогать. Вопрос, который поступил по электронной почте, Леонид Игоревич, в чем вы видите решение кадровых вопросов в республике? На предприятиях не хватает специалистов, в том числе молодых, и в том числе тех, которые готовы начинать работать за небольшие деньги. Да, я хотел бы, знаете, сказать, вот в прошлый раз, когда я выступал в эфире, Арсен Петров из Шерунджи, прислал такое письмо мне, гневное. Я устал ждать, когда построят там третью очередь школу в Шерунджи. Стоимость школы, которая построена при поддержке Федерального центра правительства в Шерунджи, превышает 100-летний размер, наверное, там, или 50-летний, сколько вся Шерунджа заплатила, так сказать, налогов. И благо, что нам удалось эту школу построить, потому что там была такая старенькая школа, и так было обидно и жалко детей, которые в нее ходили, вот она сгореться, любимо, не могла. И поэтому мы приложили все усилия, и правительство Российской Федерации нам помогло, и мы построили великолепный корпус школы. Я вот хочу Арсену задать вопрос. Вот, Арсен, гневное письмо вы мне прислали, вы устали ждать. А кто вам мешает стать предпринимателем, заплатить налоги, если вы так любите свое родное село, и заработать на эту школу? Вот, например, сегодня Маркелов, глава республики, и, так сказать, человек, который прибыл к нам в республику, допустим, господин Кривыш, который вообще родом из Сыктывкара, вот в течение дня напряжения пробивали проект, который даст там 300 миллионов налогов в республиканский бюджет. Просто человек из Сыктывкара приехал, его брат, который руководит здесь производством, уважаемый человек, был зампредседателя суда в городе Москве, в одном из районов, бросил свою работу, суди, приехал поднимать экономику республики Морел. Я от них гнева не вижу. Они работают, у них что-то не получается, что-то получается, но они на прорыв идут, они нас вытягивают. Мы вместе работаем в одна команда, потому что все руководители республиканские, это с правительством единый фронт, как боевые подразделения, как полки у меня, понимаете? И мы работаем, кто Арсену мешает? Не только писать на интернет, но заработать, на Сашурнжу, если ты так ее любишь, Арсен, а не гневно писать, я устал ждать. Ты так никогда не дождешься, родной мой. Но ведь ты меня критикуешь, но ведь именно я сделал так, чтобы в твоем родном селе эту школу построили. Пусть в первую очередь, но ее построили. Советская власть миллиарды имела, но не построила. А последние выборы показали, что жители коммунистов поддержали, те, которые как раз школу, то не построили. А Единую Россию не поддержали, которая построила вместе с правительством республики эту школу. Поэтому, вот, обращаясь, я что хочу сказать, что вот никто не мешает молодым людям, инициативным, талантливым начать работать. Но просто бизнес – это сложная наука. Это большой труд, это адский труд. Это не просто так вот, шаляй-валяй. Это не карточная игра, это не шахматы. Это продуманное. Вот мы говорим иногда, вот там, вот, поехал на джипе, директор, квартиру себе купил. Джип в залоге, квартира в залоге. Директор, чтобы купить оборудование, все свое имущество заложил. Более того, беря кредит, его жена подписывается поручителем. Если он его не отдаст, все имущество заберет банк. Поэтому, как должен этот директор крутиться, вертеться, чтобы отдать кредит? А станки-то стоят, и рабочий у этого станка стоит, и получает заработную плату. Поэтому все зависит от таланта. Надо уже сейчас учиться. Вот если ты хочешь предпринимателем быть в школе, смотри, учись, со школьной скамьи. Ну, не всем дано. Ну, человек – хороший учитель. Ну, великолепно знает язык иностранный, может преподавать его. Ну, зачем ему в бизнес идти? Пусть преподает. И занимается частной практикой. Ну, зачем ему? Он знает историю хорошо, увлекается историей, пишет прекрасные книги. Ну, зачем ему? Пусть он плод... Сегодня у меня был на приеме Старика, Сергей Валентинович. Историк. Историк. Профессор. Великолепную книгу написал. Прославляет республику. Ну, зачем ему идти в бизнес? Я говорю, Сергей Валентинович, вы талантливый человек, пишите книги, прославляйте республику. Вы на своем месте. Поэтому человек должен найти свое место в жизни и определиться, что у него лучше всего получается. Потому что не всем надо заниматься бизнесом. Не все могут рисковать. Вот Николай Андронович Кривош, он может рисковать. Он может закладывать имущество, он может брать огромные кредиты. Вот у него кредитов сейчас уже будет 10 миллиардов рублей. И все они в республике Морел. В птицефабриках, в бройлерах, в линии забоя, в мясокомбинате, в корпусах люди получают заработную плату. Мы получаем налоги. Вот он рисковый человек, у него это получается. Где-то даже и какой-то такой элемент авантюризма, правильного такого поиска. Кто-то же открывал Америку, кто-то открывал новые пути, Магеллан, Колумб. Вот люди аналогичны этим. А другой человек, ну не может, он сидит, пишет красивые книги, или хороший врач, не надо ему в бизнес идти. Пусть он занимается на своей профессии, занимается своим любимым делом. В конце концов, зарплаты растут. Возможность заработать, получить достойную зарплату с каждым днем все больше и больше. Поэтому я призываю молодежь проявлять инициативу сейчас, если вы хотите, прорыв какой-то. Вот я захотел изменить ситуацию, захотел изменить республику. У меня было достаточно средств, я был обеспечен, и будучи в Думе я мог бы, как говорится, найти достаточно хорошее место и спокойно жить в Москве, будучи депутатом государственного дома. Все мои коллеги, кто сам работал в бюджетном комитете, или министры, или замминистры, или агентства, все нашли свое место. Наверное, бы я тоже нашел, был не хуже их. Но я захотел приехать в республику, избраться и сделать то, что сегодня делается. И строить эти сельхозпредприятия, и поднимать села, и строить дороги, освещать эти дороги. И строить мосты, и строить замки, и дворцы, и больницы, и сооружения спортивные. Я этим занимаюсь, мне это нравится, я от этого получаю удовольствие. Я понимаю, что даже моя работа не всем нравится, не всем нравится то, что я делаю. Человек не занимается спортом, зачем ему ледовые дворцы? Человек не болеет, зачем ему больницы? Человек не читает, затем ему библиотека. Но если так мы будем рассуждать, вот как раз тот, кто должен поднимать экономику, он должен ходить в хорошую школу, заниматься спортом, ходить на оперу и балет, и слушать орган. И тогда он скажет, правильно мозги сформирует, и тогда он нам построит такие заводы, такие технологии, которые позволят всем достойно жить в республике Марио. Понимаете, о чем я говорю? Если бы не было эпохи Возрождения, не было лаборатории Медичи, школы Верокью, а может быть, Леонардо Медичи бы не появился, и миллионы, и не появился бы Микеланджело, если бы не было того, что мы сегодня видим в Италии, и миллионы, а я бы сказал, десятки миллионов туристов не хлынули бы в Италию. А вся экономика построена. Огромное количество ресторанов, огромное количество магазинов. Просто миллионы людей, итальянцев, работают в сфере обслуживания, в сфере туризма. Почему? Благодаря таланту вот этих людей, которые там жили. А если разрушать, нам ничего не надо, ни спорт, ни то, ни все, так ради чего вообще жить? И куда деньги тратить? Деньги тратить как раз нужно для того, чтобы развивать свою страну, землю свою обустраивать, чтобы после нас она досталась нашим детям обустроенным государством. Они ее приняли и еще дальше развивали. Леонид Игоревич, я благодарю вас за интервью. Я напомню, что в прямом эфире телеканала «Регион-12» был специальный выпуск программы «12» новости республики. Интервью с главой МРЭЛ Леонидом Маркеловым. Я думаю, что опять мы не ставим точку, а ставим многоточие, и, как говорится, продолжение следует. Благодарю вас, благодарю телезрителей, которые общались с нами через и слышали мои интервью. Я хочу заранее приношу извинения, может быть, зачеречу эмоциональные свои ответы, но поверьте мне, это вызвано только одним. Большой любовью к республике и уважение к своим избирателям, к жителям республики МРЭЛ. И желанием сделать их жизнь лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова